Добрый день, дорогие друзья и гости. Добрый день, дорогие друзья и гости. Быстро скажу критерии клиента. У него критерии до 750 тысяч долларов, но чем дешевле, тем лучше. Самое главное критерии, чтобы там не нужно было делать никакого ремонта, чтобы дом был уже отремонтирован, отремонделирован, чтобы вот просто заходи и живи, чтобы все было современно. Опять-таки мы находимся в исторической части Орландо. В сравнении с тем дом, стройка Орландо начиналась с спальных районов, начиналась от того места и уже шла дальше сюда. Поэтому этот дом 1955 года, если тот был 1911, это уже 1955 года. Молодой почти. Помоложе, да, помоложе. И пройдусь по цифрам. Начнем мы с цены. Дом стоит 539 тысяч. Неплохо. Да, для этого района очень неплохо. В доме 3 спальни, 2 ванных полных, нет половинок. Может быть, мы ее найдем, я не знаю, но вот 3, 2. Площадь 1490, скверфит, в переводе на квадратные метры 138 квадратных метров. Налог в год 2000 долларов, 2100. В этом доме указан, что у них есть септик-танк. Кстати, в том доме городская канализация. Здесь где-то зарыт септик-танк, который нужно будет откачивать. Но не так часто, скажи. Это не часто. Это происходит в зависимости от того, как вы кушаете, любите покушать. Обычно это раз в 5-7 лет откачивается. И стоит недорого, скажи. И стоит недорого 350-400 долларов за 7 лет. Можно позволить. На самом деле в Орландо очень много, даже очень дорогих районов, например, Виндермир. Все вот эти мультимиллионные дома вокруг Лейк-Батлер, там нет публичной канализации, она по закону запрещена. Там у всех септик-танки. То есть это людей не пугает. Такая же канализация, только вы за нее в ответе, а не город. Что я не сказала, что я не сказала. Дом блочный. Да, сразу видно. Да, блочный и стаку. Стаку покрыто сверху. Это шуба, наверное, да? По-нашему. Я не знаю, где здесь стака. Смотри, здесь прям блоки видны. Внутри, наверное, стака. Нет, стака обычно. Ну, не знаю, сказано. Ну, в общем, дом блочный, то есть не деревянный каркас. Самое главное, чем там покрыто. Будем разбираться, если нам понравится дом. Уже будем у агента спрашивать. Дом был полностью ремоделирован. То есть выглядит он... Оставили каркас еще 55-го года. Вот он такой невысокий, одноэтажный. Это совершенно стандартные дома. Строились в тех годах. То есть нет вот этих вот больших двухэтажных замков. Здесь все буквально новое. Новая крыша, новые кондиционеры. Ну, буквально все переделали. Давайте пройдем, посмотрим ремонт в этом доме. Да. Очень длинный драйвей. Подъездная дорога. Гаража здесь, как вы видите, нет. Но есть вот такой навес. Навес тоже хорошая вещь. Это совершенно нормально. Так как здесь у нас, естественно, нет ни заморозков, ни заледенений от дождя. Машину спрятать, и она будет чистая всегда. Интересно, что там закрыто, да? Я думаю, здесь... Кладовые, да. Кладовые, скорее всего. А вот смотри, еще один вход, да? Я думаю, мы его найдем изнутри. Хорошо. Давай зайдем в главную дверь. Давайте. Проходите. Посмотрим. Здесь на полу, похоже, тоже винил лежит. Да. Похож на дерево. Это очень популярный материал сейчас для полов. Он очень устойчивый от всего. От влаги, от... Если упала посуда, разбилась. Ну, буквально, это очень устойчивый материал и очень похож на дерево. Смотрите, какая кухня. Мы сразу попадаем из дверей в гостиную и в хорошего размера кухню. На самом деле, они неплохо разместили комнаты в 1490 квадратных метров. Кухня очень большая для такого дома, я считаю. Здесь, смотри, что интересно. Да, да, да. Это, если у вас большая кастрюля или, в принципе, кастрюля, здесь можно... Здесь краник, я не буду сейчас включать. Можно просто воду набирать уже на плите. Удобно. А не от раковины внести кастрюлю к плите. Вот. Здесь тоже есть вытяжка отдельная. Значит, микроволновку мы будем искать. Смотри-ка, здесь тоже микроволновка под островом находится. Видишь, сейчас стали делать такое решение. Экономит место. Экономит место, да. Так, ручки красивые. Вообще, кухонка мне понравилась. Да, мне тоже очень понравилась. Вот здесь большая раковина с окном. Вид будет на припаркованную машину, конечно. Можно стоять с этого боку. Тогда будет видно красивое дерево. Да, смотри. Да. Так, ну, хорошая кухонка, всё есть. Посудомоечная машинка. Так, проходим дальше. Здесь гостиная у нас, она небольшая. Да. С камином. Камин электрический. Скажи, вместо картины повесить? Вместо картины можно, да, конечно, телевизор повесить обязательно. Слушай, ну, уютненько, скажи. Уютненько. Дом тоже продается без этой мебели. Это стейдж, да, то есть мебель выставочная. Так, куда дальше? Сейчас будем искать, куда дальше. Так, здесь у нас одна спальня, и она не хозяйская, поменьше спальни. Так, здесь так, решили кроватку сделать. Окно большое. Кладовочка небольшая. Раздевалочка, ну. Комнатка сама такая небольшая. Здесь у нас находится полный санузел, и этот санузел считается и гостевым. Если к вам пришли гости, они будут пользоваться этим санузлом, и также те, кто будет жить в этих спальнях. Слушай, здесь, смотри, все стильно сделали, выдержанный стиль везде, то есть вот даже вот эти все ручки, да, все золотом сделано. Причем, ну, я бы не сказала, что золотом. Ну, под. Светлой бронзой. Здесь еще одна спальня. Потолок, видишь, он не прямой, он не кажется низким, то есть по форме крыши он идет наискосок. Окон много, посмотрите, с двух сторон. Вот вид здесь. Можно бассейн опять же большой сделать. Мы выжила, да. Мы в этом, кстати, надо будет посмотреть размер участка, я скажу попозже. Так, растевалка, дальше идем. Здесь хозяйская спальня. Тоже светлая какая. Очень светлая спальня со своим санузлом. Санузел. Так, что у нас здесь? Слушай, красиво. Стильненько. Здесь две гардеробные в этой спальне. Одна гардеробная и вторая гардеробная. О, классно. Одинакового размера, не знаешь? А, нет, мне показалось, что они соединены. Ой, какая светлая, мне нравится. Так, дальше. А здесь, что хотела посмотреть, что здесь у нас? А, гардеробная еще одна такая. При входе. Ребята, мы еще в этом доме не были, мы сами ищем комнаты. Так, здесь у нас кабинет. А, как раз вот та дверь, про которую ты спрашивала. Принимать отдельно можно, если ты какой-то специалист. Если у тебя какой-то малый бизнес, и ты работаешь из дома, очень удобно, кстати. Вот тебе дверь. Отдельные входы. Да, это очень удобно. Вот, приемная, да? Приемная. Так, здесь у нас что? Получается, здесь у нас стирочная, стиральная сушильная машина, которых нет. Ну, да, сами покупайте. Здесь можно выйти на такую верандочку. Она называется обычно у нас Florida Room. То есть Florida Room, она застеклена обычно. Просто застеклена. Там, где сетка, там это уже просто открытые веранды считаются, заскрининные. А здесь это Florida Room, можно выйти сюда, можно выйти во двор с гостиной. Ну, мы уже пошли этим путем. Смотрите, какой большой двор. Двор большой, и веранда хорошая, да? Тоже заскрининная под навесом. Что классно, смотри, по всему периметру новый забор. И размер участка 0,24 акра. Ну, я заметила, очень много акров идет от дороги. То есть дом стоит посередине. Если бы он был приближен к дороге, был бы еще больше бакяр. Но, честно говоря, больше уже не нужно, мне кажется. И так хорошо. Вот здесь вот, возможно, домик какой-то стоял, да? Здесь, скорее всего, стоял сарайчик. Ага. Ой, раздолье. Что хочешь, можно придумать. А вот здесь можно сделать летнюю кухню. Вот это тоже уютненько. Но она не под кондиционером, да, вот эта комнатка? Правильно. Вот эта комната дом идёт. Ну, здесь, честно говоря, если закрыть ту дверь, открыть эти двери... А, ну, соответственно. Здесь новая система кондиционирования, там не будет жарко. Ну, вот, друзья, такой небольшой уютный домик в сердце Орландо. Здесь немножко подальше от главной достопримечательности Орландо, которая называется Лейки Ола, до этого дома около трёх миль оттуда. То есть пешком уже не дойдёшь, но это опять-таки минут пять езды уже на машине. Мне понравился дом, мне понравился стиль потолков. Они не плоские, не низкие, они идут наискосок. Да. Ты когда смотришь... То есть чувствуется больше места, чем оно даже есть на его. Когда смотришь со стороны, то кажется, что это низкие домики, да, что ты зайдёшь и будет очень низко. На самом деле такого ощущения нет. В апартаментах и ниже бывают потолки, поверьте. Ну что ж, мы поехали дальше. У нас по времени цигель-цигель. Я люблю потом. Да. Вот по времени мы пытаемся и сделать предварительный просмотр для моего клиента и показать вам. Я считаю, что эти объекты безумно интересные. Я сама очень люблю этот район. По школам, кстати, я опять не сказала. Школы те же самые, что были и в прошлом доме. В Даунтаун Орландо нет каких-то огромного ревью публичных школ, но здесь все самые крутые частные школы, они находятся именно вот в этих районах. Опять-таки, здесь очень много селится молодых профессионалов, бизнесменов, врачей. Очень такой трендовый, модный район. Даунтаун Орландо. Спасибо вам, что вы были с нами. Надеюсь, что вам этот дом понравился. Нам понравился. Тебе, Юля? Да, тоже. Ну хорошо. До следующих встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok